Московские старости Здравствуйте! Сегодня на нашем календаре 26 мая 1922 года. Газета «Последнее известие Ревель» сообщает из Москвы, что поместный церковный собор для избрания нового патриарха будет созван через 2-3 недели. Преданные большевикам духовенства выдвигают кандидатуры в патриархе всей Руси – архиепископа Николая Сибирского и Тобольского, епископа Мельхиседека Минского и Туровского и архиепископа Херсонского Феодосия. Эти архипастыри известны своими обращениями и выступлениями в пользу изъятия церковных ценностей. Польская печать всех оттенков продолжает критиковать попытки Ватикана войти в сношение с Советской Россией. Консервативная газета «Варшавыска» в статье под заголовком «Совесть христианского мира» пишет, что поляки-католики в качестве экспертов должны высказаться критически о попытках Ватикана войти в сношение с Советской Россией и проложить все усилия, чтобы осведомить Святейший Престол о том, насколько его политика покоится на ложных основаниях. Газета «Социалистов Работник» весьма резко отзывается о последней политике Ватикана, но этой политике не удивляется, ставя ее в связь с сильным влиянием на Ватикан немецкого католического центра. Газета «Пээ Валет» в передовой статье под заглавием «Русская дипломатия в царское время» теперь сообщает, В ловкости большевистских дипломатов на генуэзской конференции нанесен сильный удар. До Генуи хитрые русские агенты еще могли обманывать государственных деятелей Западной Европы, не знающих ни России, ни русских. С одной стороны, они рисовали заманчивую картину природных богатств, эксплуатацию которых Россия при получении займа якобы готова предоставить народам Европы. С другой стороны, угрожали военной силой, сосредотачивая войска на польской и румынской границах. При ближайшем ознакомлении с большевистскими проектами европейцы вскоре, однако, обнаружили, что за всем этим нет ничего. Они поняли, что с большинством русского народа большевики давно уже находятся в противоречии, и поэтому не могут дать никаких гарантий иностранному капиталу в России ни практически, ни принципиально. Телеграмма из Берлина. Судя по полученным из Москвы сведениям, во Владивостоке высадились новые японские войска. Численность находящихся в Сибири японских войсковых частей достигла 100 тысяч человек. Об этом писали газеты 26 мая 1922 года. Подписывайтесь на наш канал, вопросы задавайте в комментариях. Московские старости сто лет тому назад.